всем привет ребятушки приветствую вас на своем канале такси кул и с вами сегодня собственно как вы думаете кто ковыч евгенич если вы слышали это сейчас очень популярная тема быть ковычем объяснять людям что-то что-либо там доносить до бизнес тренером там и так далее и тому подобное но я сегодня буду ковычем евгеничем и собственно давайте поговорим про тему нюансов работы в убери я как бы ведь я так как ковыч я еду и ролик записываю вам одновременно потому как времени нету время бабки ребята взял заказик по уберу еду по заказику и сейчас собственно буду вам объяснять нюансы работы в убери а именно как сделать так чтобы заказ был либо дороже либо хотя бы та стоимость которая там указан опять же напоминаю где можно посмотреть стоимость заказа стоимость заказа можно посмотреть в путевом листе для кого это новость я не знаю я изначально многие не могли допереть я самого начала прочухал про этот путевой лист и как-то так давайте конкретно про эту позицию то есть конкретно стоимость заказа вот там будет скриншотик вы заходите да туда в меню ху и смотрите например стоимость заказа у вас 80 ривен и вам надо ехать и вы понимаете что вы хотите как бы хотя бы за 80 приехать потому что на убери если вы приедете быстрее то есть убер же считает и минуты и километраж вы километраж проедете тот же по минутам приедете быстрее и вы можете доехать даже за 60 гривен тот же самый промежуток расстояние также это и в долларах и в других странах в общем это влияет это везде тема одинаковая что в америке в украине что в россии в общем везде там европейских странах есть убер такая система я работаю уже не первый год с убером давайте я вам поведаю как собственно вы можете конкретно вы водитель который везет на это все повлиять смотрите чем быстрее вы едете тем собственно меньше будет стоимость вашего заказа заказ в убери просчитывается в пути то есть вы где-то заезжаете вы где-то проезжаете все это считается выйдя остановились минуты считаются то есть нету такого же он просчитался заранее конкретная сумма следовательно если вы приехали быстрее стоимость будет дешевле тянуть резину особо тоже как бы нельзя потому что смысла это не имеет вы сами понимаете а теперь давайте ближе к теме собственно на какое время ориентироваться да и вот здесь когда вы берете заказ то есть вы до этого когда едете вы посмотрели путевой лист и понимаете что заказ например 80 гривен да вы приехали человек к вам садиться вы нажимаете в пути и здесь вот самый главный нюанс вы должны посмотреть какое время показывает вам приложение примеру время показывает вам приложение там слева это 18 минут и справа например 7 километров пути да и вы должны понимать что вы сразу на часики глянули обычно в машине везде есть часы нет можете посмотреть на телефоне и вы должны ориентироваться то есть какое время вы ехать то есть ехать должны то есть где-то может на светофоре стоит не пролететь а нормально проехать по пенсионерски так скажем до придержать момент и какую-то минутку бы а есть длинные светофоры вам подождать вам это денежка как бы засчитается я считаю что быстро там добираться нужно до заказа когда вы едете один когда вы едете с человеком вы уже зарабатываете деньги хоть как бы на минуте хоть на километраже поэтому чем медленнее вы едете но естественно клиент не должен быть как бы соки от вашей такой медленной слоуму езды поэтому тоже должно быть как бы все по-человечески и вот там просчитана примеру 18 минут до вы берете едете эти 18 минут и километраж и тогда когда вы приезжаете ваш заказ будет не 80 гривен а может быть 81 где-то в этом районе то есть вы уже заработаете на какую-то там копеечку но больше и в итоге каждый заказ там какая-то копейка больше больше вы километраж проезжаете тот же там где-то минутку 2 лишь не потратили уже вы заработали больше вот такой от ребятки лайфхак поэтому как бы я с вами поделился я пользуюсь уже давно таким лайфхаком я эту тему прочухал еще раз вам повторяю что подписывайтесь на канал ставьте лайкосики до новых встреч колокольчик я еще много чего объясню про нюансы службы работы в такси и так далее там подобное до новых встреч ребятки пока пока